МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовка к виртуальной битве. В Сургутском районе стартовали киберсборы. Уникальное спортивное пространство. В солнечном появится новый стадион. Снежный пёс. В Югре продолжается акция по чипированию собак. В Сургутском районе ударными темпами осваиваются новые территории. Строятся многоквартирные дома. А вот скорость появления новых общественных пространств, парков и скверов, несколько отстаёт. Такими мыслями поделилась Юлия Петрухина из Белого Яра. Она посетовала на то, что в её родном посёлке негде прогуляться с маленькими детьми или подышать свежим воздухом. Полномочия по благоустройству – это полномочия поселений. Здесь администрация района только помогает деньгами. Собственно говоря, отбор проектов, голосование за них происходит с жителями конкретных поселений. Потом администрация поселения разрабатывает, собственно говоря, проект, выносит на совет депутатов, проходит этап общественного обсуждения, слушаний. И если проект одобряется жителями поселения, выходит на бюджетную комиссию в Сургутском районе. То есть решается вопрос о выявлении денежных следствий в бюджет района. По сути, изменить ситуацию могут сами жители поселения и его администрация. Похожая ситуация сложилась и в Локосово. В Тундрине – красивая площадь, в Фёдоровском – красивый парк. А чем мы хуже, недоумевают пользователи. Администрация поселения планировала благоустроить территорию, но что-то пошло не так. В ближайшее время новых проектов в Локосово не предусмотрено. На 2022 год администрация заявляла про их благоустройство общественной территории по улице Центральной ориентировочной стоимостью 50 миллионов рублей. Были даны замечания, которые должны были быть устранены до 1 июля 2022 года. Эти замечания устранены не было. Ну, собственно говоря, поэтому на 2023 год пока никаких проектов по Локосово нет. Жительница Барсово пожаловалась на полное отсутствие культурной жизни в поселке. Сходить некуда, приходится ездить в Сургут. Глава района с таким утверждением в корне не согласен, но новые культурные мероприятия в районе обещал организовать. Например, привезти в район хор Турецкого. По крайней мере, постараться это сделать. Хотелось бы, конечно, чтобы в район приехал хор Турецкого. Значит, ну, попробуем организовать. Не знаю, будет ли это на территории Барсова. Мы, по крайней мере, на территории района какого-нибудь мероприятия постараемся приурочить. Ну, если бы сам не был из Барсова, может быть, где-то бы и отказался бы от комментариев. Но не соглашусь. Наверное, вот как раз жителям Барсова отогрех жаловаться на отсутствие и культурной, и развлекательной жизни. Прекрасный многофункциональный культурно-досуговый центр, где и кино показывают, и действует 16 клубных образований и для молодежи, и для лиц старшего возраста 50+. Самый большой молодежный центр. Вот. Три с половиной этажа. Открыли совсем недавно самую современную библиотеку на территории Сургутского района. Единственное, что вот хочу попросить Татьяну Николаевну обратить внимание и проверить режимы работы, чтобы это было удобно. Глава района продолжит общение в таком формате и дальше. Узнать о времени и дате прямых эфиров жители Сургутского района могут на официальной страничке главы района в социальной сети ВКонтакте. В поселке Солнечный Сургутского района стартовали киберсборы по фиджетал-спорту. Первые в России. Спортсменам нужно прокачаться и в виртуальной, и в реальной, традиционной игре. Каким образом проходят необычные сборы, узнали наши корреспонденты. С 18 по 24 февраля сборная команда Сургутского района тренируется на базе Центра специальной подготовки «Атлант». Киберсборы удалось организовать благодаря субсидии Сургутского района. На проект было выделено 250 тысяч рублей. 31 января 2023 года был признан новый вид спорта. Вид спорта, который для многих стал ответом на запрос, что же делать с киберспортсменами, которые сидят за компьютером, не двигаются, в которых формируется гиподинамия и разные болезни. Так вот, это тот вид спорта, который объединяет в себе физический вид спорта с его цифровым аналогом. Если мы возьмем, например, баскетбол, то это будет цифровой баскетбол на приставке и реальный баскетбол в реальной жизни. И участники и в том, и в другом виде одни и те же. То есть ребята должны быть компетентны как и в обычном виде спорта, так и в цифровом. 16 лучших спортсменов из Локосова, Белого Яра, Солнечного, Барсова и Федоровского готовятся к соревнованиям, в которых они сразятся с лучшими школьными коллективами Москвы. На тренировочной базе для них подготовили необходимые условия. Номера для проживания, спортивный зал и игровую комнату с современной техникой. Ежедневно школьники заполняют фиджитал-дневник спортсмена, где указывают состояние своего сна, самочувствие, а также анализируют, что удалось и не удалось на тренировке. Ты уже как видишь свою команду, с кем тебе жить, с кем тебе там общаться. И вообще это просто гораздо лучше, чем жить у себя и самому тренироваться. А так ты видишь старания других, свои старания, все улучшается. И вообще просто классно куда-то выехать. Я считаю, что здесь, в Атланте, достаточно все серьезно сделано. Здесь прям и жилье для приезжих, и все необходимое для того, чтобы заниматься своим видом спорта. Пообщаться со спортсменами и посмотреть на тренировочный процесс приехал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, подвижник этого спортивного направления. Муниципалитет одним из первых в России, не говоря уже о Югре, стал активно развивать киберспорт. Сегодня в киберсекциях Сургутского района занимаются более 200 человек. Создана очень серьезная материально-техническая база. Сейчас в абсолютно всех поселениях Сургутского района, от самого малого, там высокий мыс, Тундрино, там до самого большого, город Лентор. То есть есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт, куда детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Это действительно, как мы сегодня с вами убедились, спорт. Ну, по материально-технической базе, сказали, всего хватает. Техники везде накупили, с запасом, что называется. Для того, чтобы развиваться, вот ребята говорят, надо больше проводить турниров, соревнований. В этом году соревнований у киберспортсменов тоже немало. Уже в марте на киберарене в Барсово лучшие в Югре сразятся за выход на всероссийский турнир. Сургутский район Сургутский район приступает к строительству самого крупного на своей территории стадиона. Он расположится в поселке Солнечный и станет уникальным пространством для занятий физической культурой, в том числе для сдачи норм ГТО местными школьниками. Эти соревнования у детей и подростков Солнечного очень популярны. На месте будущего спортивного объекта побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Здесь у нас будет располагаться сектор для прыжков в длину и тройного прыжка. Будет шесть беговых дорожек 100 метровых. Шесть дорожек 100 метровых. Трибуны на 100 человек. Сектор для прыжков в высоту. Также будет у нас спортивная площадка для волейбола, для баскетбола. И 400 метров квадратных – это площадка для ГТО. За последние пять лет на создание спортивной инфраструктуры муниципалитет потратил рекордные 630 миллионов рублей. Но останавливаться власти Сургутского района не намерены. От населения продолжает поступать спрос. Поэтому в планах администрации на 2023 год начать строительство по меньшей мере 11 объектов. А часть из них, как и стадион в Солнечном, уже в этом году сдать в эксплуатацию. Самый большой стадион будет в Сургутском районе. Вот стоимость с оборудованием 90 миллионов рублей. Вот с апреля должны начать, в октябре закончить. Кстати, на строительство нового стадиона в Солнечном Сургутский район потратят почти 63 миллиона рублей. А вот поставку оборудования взял на себя округ. В рамках программы развития культуры и спорта Югры уже закуплено и даже доставлено в Солнечный оборудование на сумму 27 миллионов рублей. А вот второй спорткомплекс небольшой, на тысячу человек, в деревне Сайгатина, может появиться вне плана. Уж очень люди просят. И даже вариант предложили. Переоборудовать под него старую лыжную базу. Благо, здание капитальное. Реконструкция слишком больших затрат не потребует. Подробности далее. Ну, для таких вот видов спорта, как борьба, хореография и фитнес, в принципе, он может быть использован. А что предлагаете? Ну, его немножко надо косметический ремонт сделать. По результатам дефектологической экспертизы, стоимость ремонта здания старой лыжной базы – 13 миллионов рублей. В перечне работ полная замена фасада, ремонт кровли, внутренняя отделка. Кроме того, необходима будет замена системы отопления. Есть и игровые виды спорта, есть и желающие, особенно среди молодежи, это восточное единоборство, желающие есть и хоккей поиграть, и на лыжах покататься, и фитнесом позаниматься, и старшие группы населения тоже желают заниматься физической культурой, кардионагрузкой. Средств на ремонт спортивного объекта в запланированной на год смете расходов не выделено, поэтому вопрос о выделении финансирования пока находится в стадии обсуждения. Ну, один сделали, да, из бывшего магазина. Вот, ну, говорят, мало. Там есть старая лыжная база, так называемая, предлагают там еще организовать спортивный зал. Ну, вот, смету сделали. Конечно, сейчас сложные времена, с деньгами сложно, но будем стараться как-то изыскивать возможность, раз такая заявка от населения есть. В Сургутском районе собак выше 40 сантиметров в холке не будут выпускать из приютов. Соответствующие условия власти муниципалитета прописали в контракте, который выиграл индивидуальный предприниматель Давлетов. Организация занимается отловом бродячих животных на территории поселений. Неагрессивных псов после тестирования, чипирования стерилизации отпускают на волю. Агрессивные же животные остаются здесь на пожизненном содержании. Сейчас в приюте 346 таких особей, и еще и 7, размер которых выше 40 сантиметров в холке, чтобы вид больших собак не пугал жителей. С этого года изменились законы по обращению с животными. На самогул собак предусмотрен штраф. Также хозяевам рекомендуется чипировать животных. Поэтому в рамках региональной акции «Снежный пес» окружная ветслужба бесплатно чипировала собак. Активное участие в акции приняли также сотрудники администрации Сургутского района, природнодзора игры и волонтеры. В день добрых дел они смастерили скворечники для лесничества. Изготовили 15 будок для бездомных собак, собрали корм. При поддержке ОАО «Сургут мебель» они нам выделили материалы для строительства будок. Изготовили 15 будок, собрали корма, которые будут переданы небольшой коммерческой организации, которая занимается содержанием собачек на городском поселении Федоровским. Называются они «Усы, лапы, хвост». И это будет передано в их приют. Мы с ними сотрудничаем постоянно. У них на содержании находятся 43 собачки. Вот они за ними ухаживаются. И свою деятельность осуществляют исключительно за счет пожертвований граждан. Модернизация системы теплоснабжения поселка Солнечный выходит на финишную прямую. Это самый крупный и амбициозный проект в сфере ЖКХ. Не только в Сургутском районе, но и, пожалуй, во всей Югре. Его стоимость без малого – 600 миллионов рублей. При этом впервые в новейшей истории с участием федерального бюджета. Ждет модернизация не просто котельной, а всего теплового хозяйства сельского поселения Солнечный. Вместо двух котельных планируем запустить одну. На месте котельной номер два, то есть вторую, третью выводим из эксплуатации. И появится одна большая котельная, современная. Финансирование за счет фонда реформирования ЖКХ, федеральное финансирование. Площадка для будущей котельной уже готова. Подрядчик еще в прошлом году демонтировал старую емкость и произвел планировку участка. Первая поставка оборудования состоится уже в марте. А сама реконструкция коммунального объекта стартует в апреле. Бог даст, погода позволит закончить отопительный сезон. Нет, значит, в мае приступить уже к демонтажу оборудования и монтажу новой котельной. Сдать объект в эксплуатацию после лавянного контракта подрядная организация должна в октябре следующего года. С появлением новой системы теплоснабжения «Солнечный» получит мощный ресурс для дальнейшего развития, в частности, для жилищного строительства.